добрый день тема сегодняшней лекции поверхностный контент ко мне вроде как полностью вернулся голос и я наконец-то могу вещать как и прежде то есть из моих наблюдений суккуба личных но я думаю что многие в этом вопросе мне доверятся мне поверят я вижу какой финансовый контент у нас ю тубе очень популярен очень популярен у нас контент поверхностный то есть спикеры говорят очень много воды и ни о чем то есть они разбирают разбирают огромное количество финансовых инструментов в том числе иногда они в день разбирают эти инструменты десятками они имеют возможность делать какую-то более-менее сносную приятную графику дополняет все это красивыми картинками все блестит как у сороки на базаре да все как говорится мигает и они продвигают этот контент рассказывают люди сегодня людям сегодня об одном завтра о другом в принципе я называю этот контент много сразу и ни о чем то есть много воды ни о чем конкретики быть не может потому что не существует специалистов широкого профиля которые могут вам рассказывать о сотнях инструментах за месяц и при этом так чтобы от этих рассказов был какой-то толк то есть просто информация настолько широкая что если бы человек копал глубже в какой-то инструмент и действительно давал стоящую информацию на которой бы стоило обратить внимание то он бы не мог разобрать не то что там стоящие инструментов за месяц а не смог бы толком разобрать и 10 а главное главное чтобы от его видения от его прогнозов был бы какой-то толк был бы какой-то толк который бы реально показывал что человек разбирается что он понимает куда идет рынок мы же на примере трансоушена разберем последние наши сигналы то есть для этого нам понадобится указанный дневной таймфрейм и вы можете взять историю посмотреть вот разберем последние сигналы которые видны на картинке вот данный сигнал мы разбирали мы четко сказали почему нужно купить какие факторы присутствовали какой был силы сигнал почему будет рост абсолютно точно мы показали выход и сказали объяснили почему мы за акции выходим почему в нее не верим потом на этом уровне когда мы увидели снова сильный четкий и абсолютно красивый сигнал вы снова сказали давайте нужно покупать нужно покупать трансоушен потому что он будет расти на абсолютно чистом сигнале мы вышли и последний раз когда мы покупали в данном месте мы объяснили 100 цели мы повышаем цели у нас примерно семь с половиной когда мы дождались сильнейшего сигнала мы сказали как бы не любили мы трансоушен как бы мы его не любили мы из него выходим выходим и покупать его теперь будем не скоро потому что мы увидели сильный сигнал что последовало после этого сильного сигнал акция упала на 2 с половиной доллара практически допадала и вот теперь она сигналит нам снова сигналит что нужно начинать уже возможно формировать в этой акции портфеле но вы сами понимаете что купив сегодня и дождавшись снова цены по которой мы сказали что мы сидеть в этой акции не будем это уже 50 процентов доходности то есть 5-7 50 это 50 процентов доходности то есть мы когда говорим о своих сигналах о своей системе то мы опираемся на статистические показатели улучшения состояния вашего портфеля вашего депозита примерно о каких цифрах речь у нас нет ничего примерно вот у нас конкретные цели вот если разбирать последний наш выход то если вы вышли и сегодня возобновите свои позиции то при наличии той цены по которой вы вышли вы заработаете 50 процентов в долларах то есть мы подкрепляем своими свои слова статистикой наших финансовых операций статистикой наших рекомендаций то есть если предыдущий рост в трансоушене мы дали сигнал и он был 90 процентов за месяц в долларах там за полтора месяца можно было на этой рекомендации взять 90 процентов долларов то последний перезаход сэкономил вам если вы снова войдете во первых вы можете взять большее количество акций на эти деньги значительно больше и к возврату тем же целям этот ваш ход даст вам 50 процентов с учетом того что у вас повысилась очень сильно емкость позиции то есть акции стало больше вы заработаете конкретно больше к чему я это все говорю к чему это все говорю то есть найдем откроем про график тут просто картинки сразу и поярче разберем сигналы из которых мы считали что мы вышли то есть это был тройной сломанный дивер на часе видите тройной слот сломанный дивер на часе после двойного сигнал усилился после тройного он стал максимально сильным по часу мы обвалились прошел сигнал продолжения тенденции была первая поддержка в районе 6 дивергенция которая дала небольшой отскок не закрепились положительной зоне сами падаем до максимальной глубины снова на части то есть вы понимаете что в первую очередь при разборе технического анализа какой бы у вас как бы у вас не надо не настроена была своя система мы ведем речь и системе шаблон которая работает на времена на многих таймфреймах нужно сигнал смотрят на времена на нескольких таймфреймах вы видите что из каждого что мы сказали есть логика везде должна присутствовать логика и должна присутствовать закономерность то есть любое движение дальше должно усилять сигнал то есть это основной фактор что любое движение дальше на сладкие цены усиляет сигнал было бы очень странным если грубо говоря есть какой-то сигнал по которым уже в принципе можно покупать его пробили он не состоялся все дальше идет вниз а потом система вдруг вам говорит что на 30 процентов ниже цена упала но сигнал стал в этот момент на лонг слабее да то есть это в принципе либо отсутствие системы либо полное отсутствие логики голове наша система которая так сказать несу в массы она помимо закономерности она и такой фактор в себе содержит как отсутствие как отсутствие двойных суждений или отсутствие какого-то там двоякого рассмотрения сигнала она всегда буквально она всегда идет по усилению силы сигнала и он и у нее все сигналы они четко так сказать расписаны по характеристикам они буквальны к прочтению они не имеют двоякого толкования самое основное в системе распознавания сигналов чтобы она не имела двоякого толкования переходим на более сильный таймфрейм тут был очень сильный сигнал продолжение тенденции и ни разу мы за это время за декабрь не ушли в отрицательную зону что говорит о наличии тренда далее уже тройной плоский дивер если здесь дир был сильный на часе тут тройной плоский дивер показывает после чего началось снижение ступеньки увеличивались начали понижаться 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 и там где у нас была первая поддержка на дивергенции на часе здесь лишь в этот момент начался сигнал продолжения тенденции и если вы смотрите уже два таймфрейма час и четыре часа то вы видите что здесь дивергенция локальная поддержка несмотря на то что глубина сильной дивергенции почему потому что на более старшем таймфрейме продолжает развиваться сигнал продолжения тенденции поддержка зеленых линий на этого отскока не выходит в положительную зону не выходит а здесь выходит слабые не закрепляется не выходит и с маленькой очень незаметной высоты когда мы начинаем краснеть и падать вниз это называется так сказать что продолжение тенденции снижения потому что когда маленький очень маленькая высота толкает тебя вниз не такая большая как здесь не тройной сломанный дивер не такой сигнал накопление силы тебя толкает вниз а когда тебя толкает вниз всего лишь маленький такой бугорок или как в этом случае вообще отсутствие и более того если бы здесь формировалась на четырех часах дивергенция то это был бы сигнал а тут дивергенцию сломали дивергенции быть не может и мы пошли лишь на более так сказать сильную глубину дошли до средней глубины максимальная глубина последнего сигнала у нас на котором мы заработали 90 процентов и дали всем заработать она была в два раза выше и являлась максимальной то есть если при данном сигнале данная глубина была равна это являлась максимально на четырех часах выход также максимальный последний сигнал из сильного максимальный тут полувыход тут тенденция продолжилась толкнула вверх уже не такая глубина потому что это был уже сигнал который находился вот уже не в данном сигнале если это вам все сложно то мы переходим более сильному таймфрейму который все это подтверждал но максимальная высота за период так сказать годовой толкнула и мы сейчас только наблюдаем на таймфрейме день начала сигнала продолжения тенденции смотрите какие сильные ступени то есть вся наша система которой мы говорим распознавание сигнала она вообще вся замешана на логике она вся замешана на логике логика усиления сигнала отсутствие двоякого толкования а главное четкие характеристики по всем сигналам которые вам дают возможность пересидеть вот этот вот период пересидеть то есть выйти из акции и даже если не шортить а мы вообще шортом не занимаемся у нас в системе отсутствует short то можно полностью пересидеть данное движение до сильного сигнала мало того что улучшить свои позиции то есть сколько вы могли купить допустим акции по 7 и сколько вы можете купить их по 5 да то есть вас улучшение позиции идет значительно в количестве до для лучшего словца 7 50 и 5 это ровно считается сами поймите насколько вы можете купить больше акций вас в количестве емкость повысилась позиции то есть деньги остались прежними а купить в этих акций можете значительно больше по 5 сами понимаете да и потом к возврату когда к 7 или вы поставите новые цели то 6 половиной 8 эффективность этой сделки у вас будет просто колоссальная эффективность всего лишь одной сделки по одному лишь сигналу а мы уже дали вам пять сигналов и подробнейшим образом их разобрали то есть эффективность одной лишь сделки это как доходность хорошего фонда за три года за три года или за пять лет то есть вы должны понимать что тут система она крайне эффективна и обучиться так сказать ей особых каких-то сложностей и секретов нет она открыта она в открытом доступе система много таймфреймов она одновременно использует используют дивергенции используют там другие подтверждающие сигналы которые можете видеть на другом терминале то есть на другом терминале на 3 station настроен еще другие индикаторы подтверждающие еще тайминги очень малые настроены для того чтобы сделать триста тридцать три сделки за день войти и выйти и ни разу не ошибиться а главное не открывать даже двух сделок подряд то есть ты открываешь одну закрываешь и плюс открываешь следующую делаешь так 303 раза за день а если бы не писал ролики мог бы сделать и 500 наверное по времени бы успел может быть даже 550 смысл в чем эффективность вот этого знания то что вы знаете что здесь не нужно при выполненной цели практически 750 до сидеть в этом транс уши не почему потому что система вам сигналит на перезаход как минимум то есть и если емкость такого знания соответствует как полная доходность каких-то серьезных фондов там 35 лет или как доходность долларового депозита за 20 лет это говорит лишь об эффективности системе системы об эффективности системы до к этой эффективности системы как я уже говорю много вам лекций прочитал существует методика входа методика входа постоянных сделок в плюс постоянное улучшение средней по позиции методика входа как вы поняли из методики входа существует и методика выхода и это еще отдельная стезя и будет еще очень-очень много лекций по методике выхода это когда полностью сбалансируется фонд и он будет расти и нужно будет пересиживать рост потому что рост это профит профит давит и тебе нужно как можно больше забрать как можно больше посидеть мы пропуская сейчас методику входа методику выхода лишь остановившись на сигнальной системы системе сразу идем в следующий пункт это называется стратегия так вот почему я говорю поверхностный контент видите у меня в фонде там с десяток инструментов да как они представлены и все прочее когда вам люди с картинок очень долго рассказывают про одну компанию про другую по 3 про 5 про 10 на американские рынки акции у них там допустим 10 тысяч подписчиков а через год у них 30 тысяч подписчиков это все хорошо красивые картинки я сам иногда две-три минуты поглядываю мне я прям рад за людей но когда вам детально какие-то стараются разобрать компании и успевают разобрать 100 компаний или 200 компании за месяц вы первое вы же логику свою где-то у вас какая-то логика же существует вы же логику свою должны грубо говоря разбил развивать ее может быть или прогрессировать вам сразу должно стать ясно что то что я уже повторился но просто сейчас перейду к следующему моменту который вам вас вообще развеселит он показывается вам вообще смешным то есть люди вам детально рассказывают об этой компании той что что нет не увидится при этом значит поверхностно много воды обо всем и ни о чем только чтобы разобрать конкретно отдельную компанию там нужно не один час потратить да там нужно не не за один год цифры проанализировать но вот новости тенденции развития но там очень много очень всего помимо технического его состояния картинки и система где сигнали то есть смысл разбирать какую-то компанию чем она занимается и как если допустим ну там вход давным-давно потеря то есть там был вход по 10 долларов компания сейчас стоит 100 допустим долларов и в любом случае как бы у нее хорошие дела не были будет какая-то техническая коррекция и смысл рассказывать об их успехах потому что в любой момент техника может возобладать там над разумом над желанием есть же еще такие термины как модная компания модная компания и и допустим подбирают 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 потом заработали денег те модники которые первые вошли и они начинают фиксировать деньги какой бы модная компания не была денег-то они заработали много им надо их все вывести будет коррекция будет значительно сильная поэтому в такие моменты вообще нет смысла где-то там рыться в фундаментале а главное подходим к моменту почему все эти поверхностные анализы когда вам широкий спектр компаний и разных секторов разбирают в красивых картинках почему он бесполезный люди вам годами рассказывают про компания потом они показывают свои портфели свои портфели показывают у меня вот 10 инструментов и одна доля одной акции занимает пол половину а у них 100 инструментов вот так в портфеле 100 инструментов как правило потому что они кричат о диверсификации у них 100 там 120 150 инструментов каждый по полпроцента по одному проценту занимает а может быть есть еще кэш и тут они разбиваясь своим разбивают свой поверхностный контент разбора разбора вот этих вот компаний ладно там технически они еще может быть добавляют примерно где они понимают где-то какие-то уровни бывшие которые уже давно свою отработали находятся но тут они разбивают все свое вот это действо весь вот этот свой цирк своей же стратегии своей же стратегии и при этом ни у кого там из 20 30 тысяч подписчиков не возникает вопроса в голове о господи а зачем же я столько этой воды слушал в течение стольких этих часов про сектора про разные компании в этих секторах я узнал про существование как минимум там 300 500 700 компаний за день у человека в портфеле 120 и каждой из разобранных компаний который пусть он уделил там 20 30 но она составляет пол процента то есть он весь свой анализ весь свой рассказ об этих компаниях убивает своей же стратегии первое он не верит сам свой анализ больше чем на пол процента потому что он же доверяет только диверсификации он же собрал этот портфель из там более сотни инструментов и соответственно его этот анализ он не может даже если компания в 3 раза вырастет за месяц он не может иметь никакого эффекта вообще на этот портфель потому что грубо говоря это пол процента если вырастет их вообще этой разницы не увидите то есть человек разбирает огромный спектры там секторов эшелоны акции он разбирает грузит вас ненужной информации ненужными картинками при этом он доверяет своему же анализу свою же стратегию используют глубокой диверсификации на пол процента все это показывает а раз ты выбрал стратегию широкого спектра диверсификации ты можешь вообще ни одной эту компанию ты три минуты уделять можешь анализу 2 и никогда больше не возвращаться почему потому что ты своей стратегии убил любую информацию о компании убил ты убил любое видение рынка ты убил любой а технический анализ то убил и точку входа ты убил потому что вообще она тебе перестает быть нужно эта точка входа зачем ты что да ты думаешь что все 120 компаний ты выбрал правильно все одновременно начнут расти просто получается ситуация что человек вот этой широкой диверсификации себя перестраховав он сразу выбрался стратегию такую все что вырастет за какой-то за долгий срок за год просто нужно поменять а значит на все что упадет то есть грубо говоря какая-то часть 30 процентов станется на месте компании 30 процентов грубо говоря вырастет в один два раза допустим там за год за два 30 упадет в один два раза ему ничего не остается либо у него у него портфель получается в нуле в этот момент ему ничего не остается как сократить все те компании которые у него сильно выросли и нарастить те компании которые у него сильно упали он сам этой широкой диверсификации просто оставил себе один возможный вот этот вот момент роста то есть у него просто в количестве будут эти акции увеличиваться по сути он будет использовать парный трейдинг менять отросшие компании на упавшие количество акций у него будет расти и уже когда упавший компании павшие компании отрастут он получит свои деньги но зачем ему для этого генерировать даже там не в люди а в своей даже голове этот контент потому что как только он избрал такую стратегию широкой диверсификации он полностью от нее зависит он полностью зависит от нее от случая и от веры во всевышнего что когда вырастут одни компании у другие упадут он поменяет что те которые упали снова вырастут больше нет ничего он уже зависим если он меняет не важно уже что будет а если же он при широкой диверсификации используют стратегию все что упало сократить а все что выросло держать он просто не получает денег и режет большие убытки то есть вы понимаете если вы логику принимаете и начинаете ее применять то вам достаточно лишь одной логики чтобы увидеть математический анализ всего этого действия там из таблички какой-нибудь угол таблицы там excel все туда забить прочитать модели вы сразу эту математическую модель построив поймете что вас ждет через год через два через три то есть вам нужно выбрать если выбираете стратегию отросшие не фиксить а резать убытки по упавшему все так сказать вы не получаете денег вы встаете на месте и когда у вас то отросшие упадет и вы снова зафиксить им то есть я логически и рассуждаю я рассчитываю на какой-то там не знаю минимальный айкью какой-то что у людей есть то есть если вы при широкой дифферсификации выбираете правило отросшие не фиксить а резать убытки по упавшему то когда то отросшие упадет вы снова зарежете все это идет минус 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 то есть это идет математической модель полностью убывание убывание доходности не надо быть для этого великим математиком чтобы понять то что я сказал соответственно вы можете выбрать единственный способ отросшие фиксить сокращать и так сказать позиции и набирать то что упало то есть ни в коем случае не фиксить то что упало а набирать те позиции у вас будет количество акций расти и надеяться в будущем что упавшие снова отрастет это единственная математическая модель в данной ситуации широкой дифферсификации где здесь допустим 100 инструментов больше чтобы увидеть деньги на своем счету и другого быть не может как только вы применили эту стратегию вам не интересны компании один раз сделать выбор можете забыть как они называются забыть их сайты никогда их не изучать не смотреть новости потому что по пунктам 1 никакая новость в отдельно взятой компании не влияет на этот портфель никакого влияния потому что там доля этой компании крайне мала 2 вам нужно ждать очень долгий период чтобы одни компании сильно выросли другие сильно упали что-то осталось на месте и у вас там есть три только единое действие менять отросшие на упавшие по что если вы будете делать наоборот вам хана то есть вы будете наоборот через три года у вас будет ноль то есть состояние портфеля вас будет ноль вы математически должны это понимать так сказать дело и четвертое до четвертое если еще эти теоретики вам рассказывают про стоп приказы то все нужно их сдавать в дурку потому что если вы применили широкую диверсификацию на сто с лишним инструментах зачем вам тогда стоп приказы зачем зачем вы тогда делали широкую диверсификацию до широкая диверсификация подразумевает сильнейший долгосрок и полное отсутствие значит стоп приказов и так я рассказал вам контент ну а мой контент еще нет и тысячи подписчиков мы перевалили лишь за 500 почему потому что количество умных людей умных голов но у нас значительно меньше тех кто вот это вот поверхностно глазки открыли сорока белобока на языке принесла блестящую какую-нибудь дрянь бижутерную показала она все сверкает интересно смотреть надо подписываться почему мозг готов воспринимать у людей только то что он готов воспринимать когда какие-то вещи серьезные более-менее рассказывать там знаю на уровне 3 5 класса и тут нужно подумать я молчу вообще про первый курс какого-нибудь вуза по первых это про 3 это просто будет невозможная фигня тебя просто никто не будет смотреть никто не будет смотреть вот такая вот ситуация ну а про каналы где гадают куда пойдет курс доллара будет выше или ниже это вообще просто смешно даже не стоит к сожалению это даже не стоит тратить на это время и обсуждайте то есть какие-то грани дна и где-то есть поверхностных контентов уж от мнения отдельного человека который думает что доллар будет 120 и он думает это уже пять-шесть лет а она все не бывает или который говорит что там нефти 200 доллар равен рублю ну то есть весь всякий есть армагеддон щеки есть там не знаю по дизитив щеки который верят от ври время от времени в светлое будущее это светлое будущее с интервалом в три года их накрывает так что им приходится верить более светлое будущее то есть вам нужно выбирать сами моя счастлив что у меня есть небольшая аудитория умных людей которые подписались на мой канал и когда их станет еще немножко больше мы вообще закроем канал сделаем его закрытым сделаем закрытую подписку на канал платную потому что будут умные вещи и как человек говорит а ты расскажи как ты сделал 300 333 сделки за день но нужно еще и их значит показать что показать это с большая скорость просто тыканье мышкой то есть нужно успеть выбрать момент успеть выбрать инструмент выбрать его убрать стоп убрать take profit выбрать количество назад нажать посмотреть как он исполнился и не прозевать точку выхода потому что ликвидность большая акция скачет чтобы забрать прибыль и открыть следующую сделку при этом то что происходит на и тора это просто тыканье мышки просто я смотрю совершенно другие терминалы смотрю в другие терминалы которые мне позволяют выбрать этот момент и время совершить эти сделки естественно если просто буду смотреть творческий терминал вообще ничего там не увижу то есть тут есть определенное искусство в этом есть определенные секреты но изучать их нужно поступенчато нельзя не знаю системы шаблон как устроена там компьютер как еще что-то какие-то вещи нельзя в этом и с учетом того что я международный мастер по быстрым шахматам я за 7 секунд ставлю мат человеку и сделаю при этом 30 ходов то вы понимаете скорость моего визуальное восприятие и скорость какой какой скорость у меня мышка летает как она нажимает я думаю что тут шахматы конечно мне безусловно помогли можете посмотреть у меня есть ролики про шахматы потому что кто не умеет так быстро ориентироваться тыкать мышкой он конечно и 30 сделок сзади не сделает он просто зависнет и цена уйдет он не сможет закрыть эту сделку в плюс следующую будет 23 часа ждать а как вы видите я же на контр тренде все сделал эти сделки то есть 205 там на 20 центов грубо говоря упал инструмент я сам собирал собирал все отскоки была очень большая ликвидность очень сильная и как ни странно и тора транслировал тоже эту ликвидность своих терминалах хотя он деньги на биржу не выводит и это был чистый контр тренд и одна ошибка из 33 последовательных сделок опять же я скажу что последовательно что она открыта другая не открывалась одна закрыта открывается следующий так 333 раза подряд без ошибки для того чтобы вообще снять все вопросы о том кого вы слушаете просто снять все вопросы о том кого вы служите я сделал челлендж повторит кто-нибудь если таких хотя бы 30 сделок подряд то я пойму что этот какой-то серьезный оппонент и который тоже может что-то серьезное рассказать его как бы стоит стоит послушать но пока что у меня глубокое сомнение что кто-то может сделать хотя бы 10 сделок плюс подряд и поэтому поэтому я могу только говорить о своей аудитории о том что я думаю о том что у меня забудет в текущий момент и о том что мой закрытый клуб очень очень скоро станет клубом реально закрытым потому что здесь нет расчета на массовость потому что массовость подразумевает безграмотность чем больше массы тем хочешь ты охватить тем более безграмотный контент ты должен выпускать чтобы эти безграмотные люди им было интересно его смотреть потому что не каждый может прийти на какую-то лекцию по какой-то там заготочной там квантовой механике в какой-нибудь гарвард послушать ее на японском языке допустим или там на английском а все понять ему было бы интересно и сделать это я ни в коем случае не претендую что я где-то там но я просто вижу что тот контент который я вижу который вовлекает инвесторов фондовый рынок и все то есть его поверхность настолько высока что я считаю своим долгом не сделать выводы от той публики которые вас смотрят что я смотрю там большое количество просмотров и становится понятно что людям нужно при просмотре что-то понимать ржать как там там ржать срать что там еще спать да или какой вот ржачник спальник сральник если кто-то делает такое кресло то людям это хорошо главное в этот момент не думать главное в этот момент не думать потому что если вы начинаете думать и понимать что вы ничего не понимаете вас следует от контакта от к от канала от писка всего доброго спасибо за внимание